ДО ЗВАНИЯ ЧЕМПИОНА В РОССИИ Уже по сложившейся традиции местом проведения финала становится республика. Здесь на базе спорткомплекса «Арена Крым» футболисты доигрывают свои матчи и определяют лучшую команду страны. В этом году плотность турнирной таблицы перед началом финала до последнего держала интригу. У трех команд были все шансы получить заветный кубок. Для команды Крымского федерального университета это уже пятый сезон подряд. С каждым годом ребята набирали обороты. Так, в минувшем году за сборной Крыма бронзовые медали. Ребята в непростом 2020-м показали удивительные результаты. Практически беспроигрышная серия и 40 забитых при 12 пропущенных мячах. Ребята знают, за что бьются. Фактически они бьются за всех крымчан. За то, чтобы прерывать этот... Ну или разорвать и доказать, что да, Крым это такое мощное ядро в Российской Федерации. Может защищать и представлять Российскую Федерацию. Финальная часть турнира для нашей сборной с самого начала складывалась удачно. Футболисты перед стартом соревнований заработали бал преимущества. Первый матч против гостей из Санкт-Петербурга и 1-0 в нашу пользу. В параллельной игре, по сути, единственный наш оппонент спорит за титул. Южный федеральный университет оступился, проиграв 1-2 к Ленинградскому государственному техническому университету. Таким образом преимущество лидирующего КФУ перед ЮФУ увеличилось до 4 очков. Игра достаточно нервозная была. Вели 1-0, могли забить в конце первого тайма. Они забили, ушли на перерыв, вышли и достаточно тяжело было додавить соперника. Они играли, в принципе, поначалу на контратаках. Во втором тайме, в принципе, взяли инициативу в свои руки. И нам было достаточно тяжело, но мы выстояли и победили. Второй матч финальной серии стал не менее напряженным. Сборная КФУ привычно действовала первым номером. Но соперник из Чеченского государственного университета оказался крепким олежком. Крымчане после нескольких опасных проходов на 31-й минуте добили своего. Юрий Максимов оформил первый гол в игре. На 46-й минуте потрясающий выстрел в левую девятку. Из-за пределов штрафной удался чеченскому форварду Хизиру Мусаитову. Итог 1-1. Такой результат не позволил крымчанам оформить досрочное чемпионство. Звание лучшей студенческой футбольной сборной определялось в последней игре. В матче с командой Донского государственного технического университета у нашей команды не было права на ошибку. Здесь помимо настроя от главного тренера не сдаваться до последнего помогали и болельщики. Устроив настоящий фанатский перформанс. И футбольная дружина не подвела. Уже на третьей минуте Ярослав Юдин заработал, а Деливер Нуридинов реализовал пенальти. 1-0. Второй тайм получился напряженным и нервным. Голевые моменты у ворот Суслова стали возникать один за другим. Но на 74-й минуте Игорь Дутов в контратаке первым же своим касанием заработал еще один 11-метровый, который хладнокровно реализовал Юрий Максимов. 2-0. Сборная КФУ – чемпион премьер-группы национальной студенческой футбольной лиги. Тики-тики-бумба! Маса-маса-маса! Маса-маса-маса! Выиграли чемпионство. Благодарю всех ребят. Матч был тяжелейший, но ребята выдержали. Наш вратарь вчера голос потерял. Пришлось всю игру кричать за него. Но когда мы проиграли ЮФУ, ихний тренер сказал, что то была чемпионская игра. Сегодня была чемпионская. Вместе с незабываемыми эмоциями победители сборной КФУ по футболу вручили долгожданный кубок и золотые медали. А главное, наши парни получили право представлять Россию на чемпионате Европы под гидой Европейской ассоциации студенческого спорта. Пресс-служба Крымского федерального университета.